Купил трактор, жизнь налажена. Кубота и Янмар, это все подделки, сделанные в Китае. Надо не вериться, честное слово. Смотришь, блин, да не может быть, чтобы такая красота и такая цена была. Работает в жестких условиях, с гидромолотом. Всем привет! Вы на канале Эскаватора. Сегодня у нас выпуск о спецтехнике, выпуск о китайском автопроме, выпуск о Люгонг. Мини-погрузчик, мини-экскаватор, честный обзор о недостатках спецтехники. Никакого фотошопа, никакого монтажа. Честный отзыв, полгода в парке. Сейчас нужно качество. Не только качество картинки, но и качество выполненных работ. Потому что конкуренция большая. Сейчас мы посмотрим мини-экскаватор. Из плюсов, как я и рассказывал, Люгонг, он очень продуман в плане дизайна. Почему я выбрал Люгонг? Вы же понимаете, я человек не который продает, а человек который эксплуатирует технику. И до этого у меня были сандры. Так вот, Люгонг, повторяюсь, после даже выставки СТТ, когда я посетил все китайские бренды, они красавцы. Дизайн, они вот реально продуманы. Продуман качество пластика, продумана оргодинамика и в то же время нормальные характеристики. Да, внутри это Китай, да, в нем есть вопросы, как во всем есть вопросы. Но визуально какой-то такой, знаете, захотелось новый опыт. Потому что сандрадами я уже владею более двух лет. По этой машине. По пробегу у нас 654 моточаса. Мы видим здесь коврик, вонючка, зарядка, салфетка для пыли. Это говорит то, что человек любит свою профессию и сидит на своем месте. Работает четко, работает шустро, достаточно шустро на повороты. И в то же время гидравлика очень плавная. Лопатка усиленная, сама станина летая. Шланги, как мы видим, здесь идут внутри стрелы. Цилиндры достаточно толстые, мощные. Рука сама тоже усиленная. Каждая масленка, каждый механизм защищен. Мы видим уши для масленки, да, чтобы их не выбило, когда ты работаешь где-то в бетоне или еще где-то. Муфты мы переделали, поставили резьбовые, потому что действительно все эти соединения, это, мягко говоря, стресс. Двигатель здесь установлен Ямар. Не забываем, он работает полгода в жестких условиях. По состоянию экскаватор как новый. Все целенькое, все красивенькое, ничего не расшатанное. Сам он стильный. Стоит, кстати, противовес. Это красавца, что мы поставили противовес стандартной комплектации. Стоит подсветка под номер, под мигалку, мигалку мы сняли. Двигатель Ямар. Все китайские мини-эскаваторы, они прожорливают. К этому мы уже смирились. Состояние, кстати, вот посмотри, он работает в полевых условиях. Пыль, грязь, все подряд, а двигатель чистенький, новенький. Здесь у нас гидравлика, фильтр, бак для гидравлики, омывайка, все как полагается. Кондиционера не хватает, но в трех с половиной тоннах всех экскаваторов, в четырех тонн начинаются кондиционеры. Здесь мы знаем, просто мощности двигателя не хватит для полноценной работы. Я не буду говорить, что это самый лучший мини-эскаватор. Нет самого лучшего экскаватора. Самый лучший экскаватор, мы знаем, что это за экскаватор, я не буду говорить. Китай еще очень долго расти, но мы смирились, работаем с тем, что мы умеем, с их косяками и проблемами. Если говорить из минусов, по мне, все-таки, как и в других китайских брендах, это расход топлива. Они действительно дохрена жут. Сеяние слабое на ход, если работать как бульдозером и отвалом. И действительно, качество металла. Вот на данном моменте здесь у нас втулки стоят. Эскаватор отработал 500 моточасов. Из них не все на гидромолоте. Гидромолот, максимум, процентов 20 от загрузки, 10. И уже разбились в пальцы и втулки. На европейских брендах у нас после 3000 часов только были проблемы. Здесь, спустя пару месяцев, это уже проблема, это уже гарантия, это уже сэр. Ну, и это топ китайского бренда, чтобы мы понимали. Давайте сядем в этот Mercedes и посмотрим на его внутренний дизайн. Кабина реально продуманная. Круглые ручки, джойстики, управление ногами. Управление гидравликой, кстати, как у Куботы. То есть, все-таки не на джойстике, а управление как гидробуром, гидропотоком сделано ногой. Есть плюсы, есть минусы, но тоже прикольно. Стильный дизайн, стильная электронная панель со сигнализацией всех ошибок. Мигалки, кнопочки, поворотки. Кстати, мы его чинговали и немножко подтонировали. Поэтому он такой красавец. То есть, по кабине все приятно, все четко. Все открывается, все закрывается. Омыватели есть. Стекла эти тоже низние отщелкаются при необходимости. Места хватает. Даже если бы у меня был бы здесь трудовой и профессиональный мозоль экскаваторщика, я бы работать в нем смог. И аккуратно даже выходить. Поэтому хороший агрегат. Мини-погрузчик Люго. Это правда. Я снимал выпуск ребятам про большие фронтальные люгонги. Я изучился в этот бренд. Я понял, сколько они работают. И понял, что такое у меня воля. У меня были Бубкеты с 18-й. Был сейчас у меня гусянка Т-590-й. И когда я брал этот погрузчик, я делал это осознанно. И понимал, что ребята протоптали путь. И погрузчик должен быть хороший. И я не ошибся. Действительно. Первое, что бодрит, это управление на джойстиках. Второе, что бодрит, это наличие кондиционера. Третье, что бодрит, это действительно две цепи на ход. Которые дают надежность. Четвертое, мне очень нравятся здесь колеса. Они реально тракторные. Визуально даже какие-то широкие. И мы вот работали реально в сыпучий грунтах. Засыпали фундамент. И он реально, у него хорошая проходимость. Это если есть плюсы, минусы тоже будут. Глобально все китайцы примерно похожи. Я еще раз повторяюсь, в разный цвет окрашены. Где-то пластик немножко другой, где-то немножко защита другая. Тоже здесь площадка под номер. Здесь у нас горловина для топлива. Здесь горловина для гидравлика. Сам двигатель. Здоровый радиатор, который, кстати, хорошо охлаждается. Мы видим, что он работает сейчас по пыли и по грязи. В глобальных жестких условиях. Ну, радиатор чистенький. Движение здесь стоит верхний снег. Кубота, не Янмар. Мы с этим смиряемся, потому что вы прекрасно понимаете. Кубота, Янмар это все подделки, сделанные в Китае. Это не то качество. Это не тот аналог. Это просто какой-то такой кормежский план, что это Кубота, Янмар, чтобы вызвать какое-то доверие. Поэтому, насколько я знаю, в 30-м году все китайские производители хотят перейти даже на свои ЮЧА и ЮЧА и еще двигателя и отказаться от всех брендовых. Как у них это выйдет, время покажет. Очень много фильтров, гидравлики. Ну, здесь ничем не удивишь. Это тоже самый мини-погрузчик. Только с кондером и привейте 2800. Ну и зайдем в сердце этой машины. Это я не про двигатель. Это там, где сидит водитель и кайфует. Мы зайдем в кабину. Во-первых, да, по заводу идут зеркала, по заводу идут свет, по заводу идут все, блин, джойстики, кондиционеры. В принципе, я даже из доп. опций здесь ничего не брал, потому что Китай, а он красавец, он максимально комплектует свои машины. Обзорность хорошая. Мне нравится, что есть металлические все-таки эти защиты, которые, в случае чего, и тебя защищат. Стекло тоже плоское, очень легко менять, если оно разобьется. Глобально джойстики. Тебе очень удобно. Ты включил кондер, закурил сигаретку и все. Купил трактор, жизнь налажена. Вот так все мои подписчики думают. Никто не в теме. Ну, пусть будет так. Минусы тоже есть. Я конкретно сейчас вам расскажу минусы про эту машину. Но это не значит, что это минусы именно в этом мини-погрузчике. Это минусы глобально практически всех китайских мини-погрузчиков. Мне первое, что здесь не нравится, расход топлива. Расход топлива у этого мини-погрузчика равен расходу топлива моему гусеничному мини-погрузчику. То есть этот мини-погрузчик хавает почти 40 литров в смену. Иногда 50. Это очень много. Гусеничный мини-погрузчик весит на тонну больше. На гусеницах ездит больше нагрузку. Расход тот же 3,5-5 литров в час. То есть 3,5-5 литров в час это корова ест. Это по мне очень большой минус. Второй минус. Действительно, в этой модели производитель говорит, что другие работают по-другому. Я не знаю. Напишите мне в комментариях. Чтоб он начал двигаться и чтоб здесь работала гидравлика, здесь надо газовать как сумасшедший. И он даже на холостых не двигается. Он даже на середине хода не может ездить. Ты должен газануть в максимум, он тогда начинает ехать. От этого, конечно, и сумасшедший расход. На выставке был, я спрашивал у производителей, почему это и как. Никто мне не смог ответить. Он говорит, а вы пробовали более тяжелые модели? Это, по мне, очень большой минус. И педаль газа действительно очень неудобная. Надо газовать прямо вот так вот. Здесь мы управляем на джойстиках. Один управление эскаватым погрузчиком, второй джойстик управления ковшом. Так вот, подгазовка, есть, конечно, газ ручной. Подгазовка тебе надо прям до ушей доставать, надо переделать. То есть это нужно переделывать. Я думаю, они делали под своих китайских потребителей, которые низенькие. Для них это, наверное, норма. Для меня это тяжело, даже для среднего нашего роста гражданина СНГ. То есть пока я увидел вот этих три глобальных минуса. То есть первое, сумасшедший расход топлива, катастрофический. Второе, это действительно вот эта педалька газа. И третье, какой здесь недостаток? Андрей, какой здесь еще недостаток? Нужно газовать, чтобы повернуться. Нормально газовать. А если под нагрузку, то газ на максимум. То есть он получается работает всегда в максимальных оборотах. То есть это шпаргалка, производителю, дилерам, не знаю кому, решите этот вопрос. Я же знаю, что вы решите. На вас смотрят другие китайские бренды, которые вас копируют и равняются за вами. Сейчас нахожусь в Москве и заметил 385 модель. Это краски гораздо мощнее, гораздо грузоподъемнее. И что меня порадовало? Действительно, здесь уже запас мощности такой, что сам погрузчик двигается даже на холостых. То есть джойстики управления от малейшего движения начинают ехать и работать. В его младшем брате, который у меня в парке, он так не может. Педаль газа гораздо умнее, как в легковом автомобиле сделанную. Гораздо продуманную. То есть действительно погрузчик 385 в разы, в разы получше моего 365. Да, бюджет, но едет лучше. Я уверен, топливо возможно будет ехать меньше. Поэтому, блин, ну здесь он меня порадовал. Сами колеса здесь, конечно, блин, прям как, не знаю, у танка, блин. Такая шашка мощная. Конечно, красиво. Сам противовес стоит дополнительно, наверное, чтобы больше груза поднял. Конечно, когда мы работаем на старом или на старте, мы выбирать не получается. Но в данном моменте мы выбираем, чтобы был кондер. Мы выбираем, чтобы было палки, чтобы было гарантия и все условия. Поэтому это не опт-дилеру, это не антиреклама. Я просто говорю о том, о недостатках. Но, если взять все эти недостатки и мне сказать, какой ты купишь второй мини-погрузчик, я купил еще такой. То есть это о многом говорит. О других недостатках в машинах я даже не буду говорить. Мы снимаем видео уже целый час и смотрим, что они сделали. Вы видите, какой объем сделали эти красавцы. Прошло буквально час, а мы уже вывезли больше ста кубов бетона, ну, бетона заговорился, песка и уже не один маск, маск боя. Смотрите, какие малыши и какие объемные. Это еще раз подсказывает, что техника хороша. Ну что, на этом мы наш выпуск с Андреем отснятым заканчиваем. Если вам будет интересно, если вы хотите снять более подробно, детально и вообще узнать, сколько мы зарабатываем и стоит этим заниматься, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Через 10 лет мы обязательно расскажем. Всем лайк и подписка. Субтитры сделал DimaTorzok